В среду 15 марта в высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся мастер-класс документалиста Екатерины Еременко. Подобный мастер-класс вызвал бурный ажиотаж. Зал был наполнен не только студентами-преподавателями, но и ценителями искусства, которые хотели лично познакомиться с Екатериной. В этот день Екатерина Еременко рассказала о идеях своих фильмов и порой трудностях их создания. У нас ситуация с эмиграцией похожа на ситуацию диффузии. Когда-то в начале 90-х казалось, что все, кто может, все уезжают. А сейчас ситуация выровнялась. Кто-то уезжает, кто-то возвращается. Ситуация стабильная. Я подумала, что как интересно, что эти физические законы, они в некотором смысле могут стать метафорой жизненных ситуаций. И поэтому я придумала такую структуру, что в течение всего фильма у меня учитель показывает урок физики. И каждый раз этот урок физики мы видим вот три раза. Сначала мы видим в классе его, потом мы видим тоже физическое явление в нормальной жизни. И третье – это такая рифма, более такая метафизическая ассоциация с ситуациями, о которых мы говорим. Любой желающий мог задать интересующий его вопрос. Кого-то интересовало отношение к современному кинематографу, а кто-то спрашивал о сравнении телевидения и киноиндустрии. У нас во ВГИКе многие преподаватели говорят, что противопоставление с телевидения и кино. И многие преподаватели даже запрещают студентам работать на телевидении, потому что это такой более легкий жанр, чтобы не делать халтуру. Но я работала в свое время, училась во ВГИКе, и чтобы зарабатывать на жизнь, работала в программе «Времечко». Такая была программа, не знаю, помните, «Времечко». И у нас была полная свобода, и мы могли делать совершенно какие-то творческие вещи. Мастер-класс Екатерины Еременко основывался не только на общении со слушателями, но и показе фильма в студии Екатерины Инны Еременко «Фильмс», которая была основана Екатериной в Берлине после переезда за границу. В ходе встречи также зашел и разговор о том, что, возможно, в студии Екатерины Инны Еременко «Фильмс» будет снят научный фильм о Николае Ивановиче Лобачевском. Диана Шилова, Леонардо Влесьяров, Универньюс.